наше современное кино это такая вещь в себе когда она пытается быть самодостаточным и смело игнорировать все законы голливуда получается трэш когда она хочет закосить под известный западный фильм выходит жалкое зрелище что же делать я не знаю но факт остается фактом ничего хорошего у нас снять пока не могут конечно существуют единичные исключения но они лишь подтверждают правила лента диггеры посвящена городским легендам о метро однажды ночью поезд с пассажирами проносится мимо конечной станции в неизвестном направлении правительство засекречивает данный инцидент а друзья пропавших решают предпринять самостоятельную вылазку в метро воспользовавшись услугами опытного диггера им только предстоит узнать какие ужасы на самом деле обитают под землей в принципе завязка неплоха даже трейлер фильма выглядел многообещающе но когда дело дошло до просмотра самой ленты 11 лет назад мне попался обзор фильма doom в котором было употреблено словосочетание несусветная дрянь именно она больше всего подходит отечественным диггерам за какой аспект не возьмись все не то что плохо просто жалко актеры даже не верится что проходил хоть какой-то кастинг все они играют и вдруг вон плохо стараются до корчат рожицы но играть не умеют спецэффекты на мой взгляд они недалеко ушли от той же гости из будущего подумаешь 30 лет прошло музыка да к ней меньше всего претензий а вот главное фильме сюжет начисто лишён логики я уж не говорю о мотивации персонажей естественно здесь используется модная параллельность повествования мы следим за первой группой пропавших а затем видим как по этим же местам проходят их друзья отправившиеся на спасение а так как все без исключения герои безликие и не запоминающиеся то порой начинаешь путаться а кого именно в данный момент нам показывают короче несусветная дрянь ведь если фильм всерьез гордиться что он первый в котором орудием убийства выступает палка для селфи с работающей камерой это о многом говорит кто тебя тянет